всем доброго времени суток сегодня мы будем говорить про найт кровь это скорее всего последнее видео про найт кровь и собственно посмотрим что у нас тут происходит вообще в целом я вступил обратно в сообществе ну что здесь уже там 2 или 3 или какой день вот видите помните тоже ошибка которая была у меня соответственно вот она тоже у некоторых людей возникает это по поводу типа там какой-то там программы короче это все прочее также соответственно сервера как вы видите да 102 это понимаю кластер не хочет нормально работать уже день 4 или какой а если раньше допустим я вам показывал что там 300 типа накидывали да на вот такой же какой-то официальный официальную новость да то здесь как бы уже немножко масштабы подросли здесь понятно где там еще по 150 по 160 кидают под каждым постом там по 200 да она также есть новости и короче по поводу где-то он 400 понимать 400 400 400 клоунов и 400 накидали под новостью типа это же не нормально по мне также тут еще такие забавные мемы короче у них летят это прям просто пушка я не помню записывал очень сохраняла их или нет сейчас я вам покажу их быстренько там прям действительно есть не чем по смеяться забавные мемы конечно это прям пушка он и записывал видео сейчас шла там пройдемся чем потом просто вырубим пораньше в общем люди жалуются что короче не могут ничего запустить сервера и сашные какие-то там лежат не могут зайти нормально не работают видите да вот 206 я так понимаю лагают короче по ходу этот вот пишет сервера рик короче уже несколько дней условно люди жалуются короче на эту херню и я так понимаю это все не фиксится да а соответственно чем из чем мы сделаем жмем покинуть сервер и переходим сюда собственно видим что наконец-таки подал чара на самом деле у меня уже были сомнения типа вчера он не продался когда были тех работы этому что-то да скорее всего он должен быть продаться надеется что возможно будут какие-то торги нет ни хера сразу скажу что продажи еще идет дополнительно 10 процентов комиссия такая вот суть и тут короче очень много людей просто выставилась тоже по таким ценам тут как бы люди пролетали и за 160 crow с фиолетовыми глайдерами да типа там начали особо больше больше фиолетового глайдера ничего не было но зато типа фиолетовый глайдер и типа тут такие цели как бы по 100 по 150 140 стоит там 250 100 вообще стоит короче вот 160 ну ко всем много много людей короче выстрелось и не я так сказать один ждал съел чтобы продать также сибири много людей выставилась как много человека четыре такие короче пирожки начнем короче с этого сыра стоял 57 spot может повезло может не повезло почти восемь часов отстоял это помните я году что я буду там ставить затестить и упала по два короче кодекса то есть но по факту нихера не упала то есть я получил меньше чем написать первом спать я вот такие вот пирожки далее точил бежу сразу вам ускорить чтобы так сказать сильно долго не углубляться кто захочет остановит посмотрит короче давайте же еще ускорим потому что 7 минут типа давайте это за минуту все это самое просто не точится бежа шанс там порядка 50 процентов 30 40 почти 50 процентов она типа по 7 по 8 подряд фейлиться короче поэтому вот как вы понимаете ничего я не закрыл то есть из из винта то есть добить не получилось ничего просто так по перематываем короче там где-то я потом оставлю все это дело короче из обычный из обычный бежи как бы как было 6 5 так и осталось 6 5 и из новый короче у меня вот это перо зашло одно на плюс 5 а все остальное пофейлилась даже до 5 не зашло то есть просто видите как он точится можете просто посмотреть то есть вот оставлял на 4 то есть вот по итогу но там чуть-чуть забираю типа парочку закрыл и не более того типа неважно там ускоряешься просто жмешь типа лишь локацию это все шаманство вообще никак не помогает то есть вот в итоге по заходят 2 на плюс 5 из новых старых вообще ничего не зашло то есть с батл пас напоминаю да у меня была 4 соответственно я и тыкаю получаю то есть она не заходит получаю поэтому смотрю и сварю где что закрыть так же я кстати предыдущим говорил что я неправильно точил нет на самом деле я там особо и не поточу потому что у меня были именно брал пасы они пакетом шопа да поэтому не получалось бы выбрать там дают определенный айтем соответственно он как бы и дается вот и все то есть ни хера как ну по факту типа там 60 штук заточил с четырех у меня было 4 стала 5 вся такая картина это вот опять же про продис я говорил а то есть записывал этот час он немножко ускорю и покажу здесь он должен должны быть мемы они прям действительно прикольные были все найдем точно должен три мема короче прям ну в целом были прям я прям поорал с этой херни то есть люди пишут жалуются что сервера не работают лежат а тела ничего не делают пишут что мой сарип в этом духе и вот короче смотри вимейды типа баги игроки типа но баги убивают игроков типа вимейд снимает вот такой мем это первый далее еще один давай давай сейчас прогрузится смотрим вот типа 100 дней типа багов то есть тоже просто переделали немножко тоже люди поорали с этой херни ну и периодически они память эти этими же картинками вот тоже типа со сервера типа через картошку я видимо эти полежит но по факту так и есть то есть они отрапортовали о том что у них там огромные прибыли до сделать от нее ничего до сих пор не не сделали типа что что за что за люди такие ужасные так и вот короче также чел сибири или смотрим этом он был не суть купил получается чара за 2000 крол два месяца назад а теперь соответственно продал его за 700 что за бизнес что за бизнес то есть я как я говорю что идет тенденция к снижению цен поэтому особо удивляться нечему а и соответственно смотрим ролик объясняю вкратце ситуацию стоял на споте то есть он один здесь стоял на этом споте соответственно мобов ну то есть я прекрасно могу понять когда мобов как человеку мало да и когда я человеку мобов ну выше крыши соответственно пришел я встал потом пришел встал колдун вот этот вот эта чепуха на ходоке вместо того чтобы условно короче он начал трогать меня и суть в том что он они до сих пор сибирь не сняли вар с нас хотя должны были снять еще давным давным давно условие было то что мы выходим из альянса то есть но мы так выходили из альянса потому что там это поражение короче начался да и короче мы уходим с лиц они смотрят пару дней за ним снимаются то есть навар и больше у нас как бы не трогать пве потому что мы уходим в пве мы типа не претендуем ни на чем а но естественно это же сибирь до сих пор вар они сняли чепуха потому что ибана а и он соответственно попытался меня на этом споте как как бы ну прогнать меня короче при том что как бы ну мобов ему было более чем достаточно ну вы сами понимаете это пятьдесят пятый спот как бы в общем смотрите что из этого вышло и при этом то есть если потом из чата посмотреть то есть я напишу давай на мужика стоит придеремся то есть он на меня агрессию проявил соответственно я там отбежал мне нужно было таки там и через пару минут курс я подошел и соответственно начал с ним заказ потому что что ли чем мобов мало мобов мало места мало понимать вот этому человек смотрите на количество мобов то есть как ни крути в любом случае всегда будет хватать местом место то есть я не знаю зачем эту херню начал то есть 10 он начал то есть агрессия не я мне вообще плевать на него было него то есть мало того что grupo хилл то есть просто понимаете что-то типа класс условно лучник это не особо только поэтомуец мир точнее не особо по упали и при этом то есть все всего просто типа нажал принять просто нажал теперь а то что там его якобы мобы любили типа вы можете посмотреть прекрасно что бабы практически не бьют то есть вместо всем хватает и при этом начал атаковать меня То есть, и при этом, знаете, что он выдавил? Что я пошел в Сибирь для того, чтобы хрючить, понимаете, чтобы душить все под ноль. Я пошел в Сибирь, оказывается. Оказывается. Только вот почему-то у чела в голове не возникает какого-то диссонанса, да, от того, что когда меня кикнули в Сибирь, я не пошел ни в равновесие, ни в ходспоты, то есть не пошел в топ-кланы. То есть, а именно зашел в клан, по-моему, Тревелс, или, конечно, что там с Тревелсом связано было, которые были полные ПВЕшники. Понимаете, у меня он, типа, две шмотки зеленые. Две шмотки зеленые. Типа, чел не смог меня продавить на хиле, у него два хила. Понимаете? Я понимаю, что ДПС у него меньше, чем у, условно, у ДТ-шника, да? Но при этом у него хила там куча, я не должен был его пробивать вообще, понимаете? Но почему-то, как бы, чел решил на меня сагрессировать. И при этом, ну, соответственно, не смог ничего сделать. То есть, можете чат прочитать. Я сейчас ускорю просто, чтобы дальше не растягивать эту ситуацию. Я просто, ну, просто дебил, дебил из Сибири. Ну, как обычно, все. Ты бы, говорит, постеснялся про тошек писать. Ну, то есть, вы же прекрасно понимали, что, ну, я не вкидываю пчера, я не покупаю паки. Единственное, на что я донатил, это премиум и, соответственно, гарант. Все, больше я не донатил, ни хера. Понимаете? Типа, за последние два месяца я, кроме према, ни хера не покупал. Према-то было максимум, что я покупал. Все. И то, что у меня даже сейчас прямо нету, он кончился уже. Все. Понимаете? Начал какую-то херню нести там. Ну, получается, просто, ну, кончено, короче. И, соответственно, Делик обновился. То есть, я залетел сюда просто постоять, матью, 15 минут. И че я мне, как бы, не захотел условно дать постоять эти 15 минут. И просто, ну, начал агрессировать зачем-то. Но при этом ничего не смог сделать. Поняли, да? Вообще прикол. Вот такой вот дождик сибирский. Соответственно, по Найткрофсу все. Тем, тем это, соответственно, кончились. Дальше будет интересное про Торрис Ленд. Если, конечно, вам это интересно. По поводу Найткрофса все. Соответственно, чара я портал. Покупать нового чара я не собираюсь. Типа, я прекрасно понимаю, что, в целом, окуп моего чара примерно без лаки-дропов просто 500 алмазов в день. Это порядка трех месяцев игры. Трех, ну, трех с половиной месяцев игры. И все, и чарл, соответственно, окупается. Но мне, понимаете, мне в тягость было играть. Типа, я прекрасно понимаю, что, да, можно было поиграть и вывести там, да, 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 вот это все. Но тенденция идет на снижение цен. Идет огромный бугурт в Дискорде. Соответственно, сервера говно. Но, в целом, идет отток людей. Типа, и, как я говорил, игра перенасыщается ботами. Люди уходят. Челы их скупают. И просто в один прекрасный момент, понимаете, что ваш чар не будет стоить нихера. Он будет нахер никому не нужен. Но будет нужен только таким людям, как какой-нибудь Двизерок. Потому что он скупит себе там ферму, организует. И, соответственно, будет фармить Датало. Почему? Потому что, как бы, он до сих пор в Мира М играет. И до сих пор в Мира М как бы дождь, понимаете. И при этом хвастается там во флотилке, что вот, я там какую-то хрень продал за 10 баксов. Вот эту какую-то хрень продал за 10 баксов. Это вот, как бы, чел, ну, говноед. Условно. Почему? Потому что ему нравится сидеть вот в игре до Талова, до последнего. И вот такие люди будут сидеть до Талова, до последнего, понимаете. Но, опять же, сколько они будут продавать, то есть они сидят там, пока есть возможность кому-то продавать. Сколько здесь будут сидеть вот эти корейцы, китайцы, там, и так далее, непонятно. Понимаете, просто идет перенасыщение игроков, то есть перенасыщение лута. А покупать, желающих купить, соответственно, будет все меньше, меньше, меньше и меньше. То есть в один просто прекрасный момент я говорю, что ваш чар нахер никому не будет нужен, понимаете. Вот и все. То есть заработать здесь можно на фри-то-плей с фермой. Все. Типа, в соло вы никак не заработаете. То есть, ну, не получится максимум, это судить в топ-клан, но и сколько там, из-за пэ, там, что-то, 15-20 кролл. Типа, у Сибири идет там в неделю, что ли, что-то около того. Это просто примерные цифры, цифры из головы, так сказать. Из того, что я слышал, из того, что я помню. Понимаете, все. Типа, заработка в этой игре нет никакого. То есть, максимум ферма. То есть, купаете вот чаров по, там, по 100 кролл, 150 кролл. И, типа, все. На них фармить. Типа, уж купили там 10-20-30 чаров, и вот тогда, типа, у вас нормально что-то будет. Опять же, до предовремени. Типа, просто могут идти патчи, могут... Просто, понимаете, даже банально, вы можете купить этих чаров, да, вы можете ставить, фармить, потом просто выходит какой-то патч, и все. И вас панят за многооконку и так далее. Понимаете? Вот такая херня тоже может быть. Поэтому, как бы, на свой страх и риск. Как бы, с Найткрофтом закончили, и переходим к этому. К Тарису. Короче, ввели данж, типа, вот эти... Один, короче, завис, лагает. Ну, то есть, он уже файт давным-давно идет. Чар не может выбежать, потому что он завис, там, залагал, там, и так далее. Плюс еще, тут такой, как бы, чудесный данж. Как бы, на входе стоят два привратника. Есть возможность одного переманить временно, так сказать, в валишнике. Но суть в том, что... Зачем его переманивать, да? Типа, ты просто свел их вместе, потому что ты танк, да? Как вот я, допустим. То есть, ты их свел вместе, и, соответственно, заливаешь. Ну, какой-то чел, как бы, когда мы уже хп до половины присадили этих стражей, типа, решил нажать F-ку. А, соответственно, переманить этого стража, чтобы он, соответственно, нам якобы помог. Но потом, чтобы еще и отхилился. То есть, здесь убереть не можем, ничего не можем. Типа, чел завис. Ну, такая вот, как бы, прекрасная чела, зло с них выходит. Короче, рандомы, это просто отдельный вид искусства, так сказать. Далее. Подгорело немножко от того, что, смотрите, короче, есть арена, да? МГВГшная. Она, в целом, доступна там тоже определенное время, там, ДТП. Но суть не в этом. Почему-то в моей команде, да, залетело два чара двадцатого левла. Двадцатого левла. Зачем-то залетело. Зачем? Вообще понятия не имею. Ну, просто вот так совпало. При этом один ливнул сразу, когда зашел. А второй сидел до конца. Типа. А у челов таких, как бы, не было, понимаете? Ой, соответственно, мы проиграли. Из-за этого немножко подгорело. То есть, прям, совсем чуточек, видите, он вылетел сразу. Поэтому у него нет ничего. То есть, а у вражеской команды, типа, все-все хорошо. Типа, это меня, как бы, немного триггерит. То есть, здесь, опять же, Арена. Алло, че-то, че с видео? Че она зависла? Ладно, короче, опять у меня, походу, с драйверами что-то. Потому что я сейчас тоже хотел снимать на фоне Найткрофса, но опять, когда ты нажимаешь, типа, у тебя завершается. Ладно, хрен с ней, короче. В чем суть? Перед вами ДПС-метр, да? Вот он. 1700, 1000 и 1000. То есть, два игрока-дадачники, которые не дамажат. То есть, они, по факту, не исполняют свою роль. Потому что у меня на танке, как бы, 500 урона. Это хил. Хил, как бы, вообще не бьет в этой игре. Практически. То есть, он просто бегает и хил. Хотя, по факту, по идее, все-таки немножко, но должен был бить. Потому что меня не просаживают. То есть, ты просто перейдь сам. И, в общем, в чем суть? Обращаю внимание на чат, соответственно, я уже так неоднократно делал. Ты, соответственно, заходишь. Просто почему я хожу в танки, да? Почему я хожу в танки? Потому что за танка, когда ты ищешь игру. Ну, то есть, не игру, точнее, а данж. Ты ищешь его буквально, там, за 10 секунд. А на ДД роли, ты можешь скачать 10 минут, и, как бы, найти у тебя не получится. Тебе нужно, там, идти в командное лобби, там, закидывать заявки. Примут, не примут. Вот это все. Это, короче, ну, лишний геморрой. Просто встречался в танк и пошел спокойно в танк проходить. Но, как бы, здесь изначально даже проблема не в этом, понимаете? Сегодня, как бы, открылся третий этаж. И проблема в том, что запустили, подтвердили все. То есть, когда вы заходите, у вас стоит столб, вы, соответственно, к нему обращаетесь. Ну, точнее, лидер группы к нему обращается и выбирает, на какой этаж они идут. А остальные просто подтверждают. И вот это подтверждение удалось подтвердить только, там, с третьего, четвертого, пятого раза. Я прошу обратить внимание, что он запустил на второй этаж, а не на третий. То есть, я это не заметил из-за этого. Ну, это не суть. Просто это уже, как бы, был звонок. Нужно было смотреть, поскольку запустил они с первого раза. Типа, я не обратил на это внимание. В общем, пишу, что просто свитчинься в танка. Вот эти челы, то есть, какой-то из этих челов свитчинься в танка, и все. Типа, и мы пойдем дальше. Я свитчиню ДДД, потому что я, очевидно, буду дамажить больше, чем вы в тысячу. Пройдем быстрее. На что они, соответственно, сказали, что раз я начал, раз я начал идти в танка, ну, то есть, танковать, то я должен до конца идти танковать. А то, что они не дамажат, ну, ну, подумаешь, подумаешь, не дамажат. В общем, ускорю немножко видео, если хотите, чат почитайте, типа, ну, просто, ну, просто идиоты, я так вам могу сказать. То есть, то ли они были вместе в пати, то ли что, ну, короче, ну, факт, факт один. Конченые дебилы, вот, как минимум, двое конченых просто дебилов. Просто конченые. Потому что, ну, дамажить, извини меня, тысячу, это ненормально для ДД, это ненормально. Один дамажит тысячи семьсот, и два по тысяче, ну. Ну, алло, алло, что за дела-то? Вы, считай, на 70% меньше дамажите, чем должны были бы дамажить. Ну, что? И при этом вы отказываетесь просто нажать одну кнопку, понимаете? Одну кнопку они отказываются нажимать. То есть, нету ничего зазорного пойти в танки, нету ничего такого. То есть, вот, ты нажал, переключился, нажал, вот, вот, чтобы еще раз вам подождить. Еще раз вам повторю, вот. Как переключиться в танка? Нажимаешь этот, оп, включить. Все, переключился в танка. И вот обратно в ДД. Одна кнопка, два клика. Все, и челы, понимаете, ливнули. Я начал добирать, потому что я не обратил внимания на второй этаж, понимаете? Дальше там чел напишет на втором этаже, но я, типа... Ладно, это не тут. В следующем видео он напишет, что, типа, второй этаж, когда он дошел, как бы, но не суть. Вот, видите? Вот. Вот он, вот он ДПС. Вот он ДПС. Вот он ДПС. Вот нормальный, нормальный, понимаете? Нормальные люди. Нормальные люди, типа, в ДД роли, понимаете? Нормальные. Вот они. Вот они. А то, что там челы вот эти по тысяче надамажили, это вообще не люди. Это боты, я не знаю. Ну как можно надамажить настолько меньше? На 50% меньше дамажить? Ну как? Это то же самое, что, я не знаю, чел, типа, с синим маунтом стоит, дамажит. И чел с этим, я не знаю, с фиолетовым на этом, на шадоу ПК. Типа то же самое. Ну, типа, что это за бред-то? То есть тут скам x2 идет, получается. Мне кажется, что запустили на второй этаж, а не на третий этаж. Нужно было идти на третий этаж. Но, как бы, я поздно об этом убедил. То есть здесь вот люди писали где-то там, вот. Какой выходит второй этаж? Ну, типа, я подумал, что это баг, потому что, ну, типа, хзэк, типа. Ну, вы сами понимаете, что выгодить, как бы, багов довольно-таки много. Вот, как бы, в этом суть. То есть, вот нормальные люди дамажат, понимаете? 1500-1700. А они по тысяче дамажили. И хрен, говорит, тебе, они в танка свитчатся. Один клик, блядь, занимает просто. Один клик, и все, и ты в танке. Что сложного-то, твою мать. Как бы, таких людей здесь просто миллионы. Я не знаю, это прям такая дичь, не знаю. У меня прям горит просто периодически. Ты заходишь, допустим, а просто вот идешь на эту БГшку, допустим, в ту же самую 10 на 10. Ты дважды проигрываешь. Дважды проигрываешь, потому что... Первый тебе кинуло два челов по 20 левелу зачем-то. Зачем ты 20 левел пошел? Зачем ты туда пошел на 20 левеле? Ты качайся, докапай, это займет у тебя час максимум. И все, иди, и дальше. Хотя, типа, ну, я не знаю, типа, это просто бред какой-то. Два раза проигрываешь, и получаешь на 40, соответственно, пойнтов меньше. То есть, там, за проигрываешь дают 80, а за победу 100. В этом и суть. Но, когда попытки кончаются, за победу тебе дают 5, а за проигрыш 3. То есть, ну, смысл терять вот эти 20. Смысл. Там, 5 минут, как бы, делал. Короче, такая вот, теколюха, ребят. Пишите, что думаете, все по этому поводу. Может, я не прав, может, типа, там, я токсик, там, т.д. Т.п. Что я, там, совершаю ошибку, что продался, там, в Найт Кроу, все. Там, не знаю. Всем счастливо. Всем пока.